Прошлый год был достаточно удачным для всех регулированных бизнесов. Все сработают в плюс. Темпы роста русских различные, но не более серьезные они у санаторно-курортного комплекса. Развивать эту отрасль планируется и в дальнейшем, ведь на данный момент Алтайский край входит в российскую пятерку по числу людей, которые выбирают размещение в санаториях. Белокуриха восьмой год подряд признается лучшим курортом России. Помочь развитию туристической отрасли и не только санаторно-курортной ее составляющей должна новая государственная программа. В ближайшие пять лет на развитие туризма в Крае планируют направить около двух миллиардов рублей. Определено уже и на что пойдут расходы. Начнем со строительства автомобилей в дорогах внутренних инженерных сетей на площадке Белокуриха Горная. Продолжится создание внутреплощадочных сетей спортивно-туристского пастера Кибун в Заринском районе. Также считается и сообразным выступить в этом году к разработке мастер-планов таких туристических территорий, как Горное полывание и Степной Алтай. Многие гости региона все еще недовольны сервисом и качеством туруслуг на Алтай. Их будут совершенствовать, заявил Дешевых. В том числе за счет субсидий на классификацию гостиниц и повышение квалификации специалистов. В условиях распространения в мире коронавируса индустрия туризма в крае готова стать гибче и внедрять новые форматы работы, заявил руководитель управления. К слову, сейчас туроператоры терпят огромные убытки по линии международных туров и просят отсрочить налоговые выплаты. А летний сезон на Алтай пройдет спокойно, только если эпидемическая ситуация не ухудшится, отмечают руководители турагентов. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.